Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня речь пойдет про сныть. Да, чтобы здоровым быть, потребляйте траву сныть. Это была пища древних славян. Сныть от слова снеть. Еда под ногами. А вы знали, что сныть растворяет уже имеющиеся тромбы, а не только препятствует образованию новых? Нет? Но сегодня вы узнаете, что же это такая за трава сныть. В чем ее несомненная польза. Вы узнаете о том, что Серафим Саровский ел. И не просто ел, а как и почему он ел сныть. Как можно заготавливать сныть впрок, на зиму, как ферментировать, квасить, сушить и делать чай на пар из сныти. Итак, сныть относится к семейству зонтичные. Растет она, как и крапива, на плодородных почвах, под деревьями, в парках. Люди в наши дни считают ее сорняком и пытаются с ней бороться на приусадебных участках. Она незаслуженно забыта, хотя еще в войну спасала толковых людей. Слово сныть произошло от слова снеть. Снеть с древнеславянского еда. Да, и действительно, сныть была очень важной частью питания наших предков. По многим, совершенно объективным причинам. Но сейчас она забыта. А между тем, ее пищевая ценность одна из самых высоких во всех растениях на планете, включая все культурные растения. Как и крапива, она растет только там, где жили люди. Она была в культуре питания наших предков. Снытью питался почти всю свою жизнь Серафим Саровский, а три года к ряду ел только ее, а точнее тысячу дней подряд. Самые первые листья сныти, так называемые кулачки, а название такое потому, что еще не раскрытые до конца листья напоминают кулачки. Так вот, эти кулачки вырастают буквально за один-три дня из-под земли от начала роста. По весне. И еще, как правило, за такой короткий срок не заражены снаружи ни выделениями животных, ни, соответственно, глистами и яйцами улиток и так далее. Но осмотр при сборе все равно должен быть тщательный, качественный. Ведь гигиена это очень важный фактор. А места сбора надо выбирать желательно в глухих деревнях, ни у дорог, и где нет иных и явных загрязнителей. Да, предубеждения людей весьма сильны. И тут хочется задать вопрос, вот культурные растения и сорняки, вот в чем их отличие по существу, по сути? Ведь главное здесь это привычка и вера в то, что так называемые сорняки или дикие растения непригодны для питания. Но я недавно выпускал видео про одуванчики и про крапиву, посмотрите их, вы услышите очень интересную и новую, поверьте для вас, информацию, по крайней мере ее часть. А что же культурные растения, укроп, петрушка и прочее? Люди считают, что именно они для еды. Все эти сорта селекционно выведены, а дикие травы не для еды почему-то. В этом вопросе у большинства людей просто какая-то вера сродни сектантской, то есть бездумный, безапелляционный. А что полезнее для организма? Где выше содержание минералов, витаминов, биофлавоноидов? Конечно же более сильные, стойкие и полезные свойства у диких трав. А усныте, дорогие товарищи, минеральный состав очень близок к нашей плазме крови, запомните это. Состав уникальный, полноценный. Например, вещество рибоксин, находящееся в сныте, укрепляет сердечную мышцу. До таких веществ можно перечислять десятки. Кстати, в этой рубрике по съедобным лекарственным растениям у меня уже выходили видео про дуванчики и крапиву, как я уже говорил. И еще одно очень важное, про вершки и корешки, что же полезнее. Вы их потом непременно посмотрите, кто еще не смотрел. И вопрос к вам, дорогие друзья. Вы не хотите ли, чтобы я снял видео о такой траве, как мокрица? Дело в том, что не просто так, к примеру, куры любят щипать, есть мокрицу. А знаете почему? Ее, кстати, еще называют куриной звездчаткой. Или, может быть, вы хотите, чтобы я снял видео про какую-то другую траву? Напишите тогда в комментариях об этом. Для вас это несколько секунд. А для меня важная обратная связь, не без различия ваше, для кого, собственно, я это делаю. А мог бы что-то другое сделать и потратить время с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график и обязательно сделаю. Да, очень рекомендую, посмотрите вот это мое видео со второго моего канала Жизнь на Земле о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Кстати, мы открыли новое производство уникальных светодиодных фитоламп. Полного солнечного спектра, не имеющих аналога в мире. Да, и еще с реальным сроком службы от 15-20 лет. Мы начинаем их продажу. Ссылка будет в описании под этим видео. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Ну а сныть начинает расти с ранней весны. Она одна из первых вылезает из-под земли. И кормила людей она в голодные годы, уже как растаивал снег. Самая питательная часть сныти это молодые побеги. Но стоит летом или даже осенью скосить крупную сныть, как из-под земли вновь пойдет мелкая, опять самая ценная и питательная. Сухую сныть, как впрочем и все травы, надо хранить в темноте, в сухости, в тканях, или в картоне, или в стекле, керамике. Но только не в полиэтилене. Состав сныти уникален. Там есть и холин, и различные флавоноиды, антиоксиданты, витамина С, много само собой. Там есть многие ценные микро и макроэлементы, почти все аминокислоты, включая незаменимые, и эфирные масла, и так далее, и тому подобное. Применяется сныть и при проблемах с суставами, при подагре, ревматизме. Кашицу из сныти накладывают на больные суставы, и она помогает. Применяют ее и при болезнях почек, и мочевого пузыря. Очень хороша сныть при варикозах, как раз из-за холина и других веществ. Она снижает холестерин, анемия проходит при потреблении сныти. Очень полезна она для кровеносных сосудов. Но она не только защищает от тромбообразования, то есть образования новых тромбов, но она постепенно растворяет тромбы, уже имеющиеся, и это факт. Итак, сныть обладает противовоспалительными свойствами, общеукрепляющими, болеутоляющими, мягчительными, мочегонными, желчегонными, заживляющими, противогрибковыми, детоксикационными, седативными действиями, а также антитоксическими. Она содержит много белка и мало калорий. Но пользу вы можете получить не только от молодой травы, но и от сушеной сныти. В салаты идут нежные молодые листья. Сныть совместимо в салатах с любой зеленью, конечно же с жирами, например авокадо, или яйцами, кто их ест, с любыми овощами. Вкус ее приятен и быстро входит в привычку. Супы не стоит варить из сныти, уйдут полезные свойства. А можно просто кидать нарезанную сныть, уже в остывающий, разлитый по тарелкам суп. Если, конечно, хотите. Ну а теперь, как же сныть правильно квасить, как ее ферментировать. Первый вариант такой. Беру для этого черешки сныти и мариную их примерно как черемшу или молодые побеги папоротника орляка. Беру для этих целей молодые стебли толщиной 5-7 миллиметров. Их надо хорошенько промыть, просушить, уложив на хлопчатую бумажную ткань. Конечно, надо защититься от мух иных насекомых, чтобы их не было в помещении, чтобы не попала какая-то инфекция, переносимая ими. В общем, обычные правила гигиены. Простерилизовать банки и крышки, нарезать черешки сныти нужной длины под высоту банок, в которые вы будете укладывать эти черешки вертикально. Уложить черешки в банки, залить кипятком, то есть, вернее, прокипяченным рассолом и закрыть, либо закатать крышки. Смотря какого они типа. Остудив, нужно дать постоять этим банкам 2-3 дня в тепле, в обычной комнатной температуре, но не на свету, а затем убрать и хранить в холодильнике или погребе до года или даже чуть более. А рассол готовится так. В кастрюлю на 1 литр воды добавляется 1 столовая ложка сиропа топинамбура вместо сахара, 2 чайные ложки соли, лучше взять гималайскую, впрочем, подойдет любая, и специи, 3-4 гвоздики, 3-4 горошка черного перца, лучше, конечно, использовать вот этот, самый лучший в мире и самый ароматный камбоджийский черный перец. И столько же взять душистого. Необходимо сделать в кастрюле замес нужного объема воды со специями, перемешать, довести до кипения, поварить 2-3 минуты достаточно и сразу заливать по банкам уже с уложенными в них черенками сныти. Перед закрытием нужно добавить на 1 литр воды 2 чайные ложки яблочного уксуса. Ну а затем закатать, закрыть и уже, как я сказал, подержать 2-3 дня в тепле, затем в подвал или холодильник и через 2 недели уже можно есть. Если вместо сиропа топинамбура вы хотите добавить мед, то добавляйте не до кипячения, а после, перед залитием рассола по банкам. Но лучше использовать сироп топинамбура или виноградный, но не сахар категорический. Сахар безумно вреден. Посмотрите мое вот это видео хотя бы «Инсулинорезистентность». Ссылочка будет также под видео в описании. Но можно сныть и заквасить холодным способом и даже без воды. Точно так, как я это рассказывал в своем прошлом видео про крапиву. Посмотрите вот это мое видео о крапиве, там есть этот рецепт. Закваска тогда делается уже не из черешков, а из молодых листьев сныти. И тогда у вас будет ценный ферментированный продукт. Настой сушеных листьев сныти стоит делать в виде чая. Эта трава сочетается и с липовым цветом, со зверобоем, иван-чаем и любыми иными травами. Перетертая сухая сныть это прекрасная приправа. Ее стоит сыпать в салаты или супы, если вы их едите, конечно. Но только когда суп уже разлит по тарелкам, а не в кипящие. А то потеряются многие лечебные свойства. Если вы не хотите или вам лень, некогда ее заготавливать, то у нас на нашем сайте надгар.ру всегда есть продажи сныть молекулярной вакуумной сушки с полной сохранностью всех полезных свойств и веществ. На нашем сайте есть и другие самые ценные и важные полезные в виде порошков вакуумной сушки растений. Это и крапива, шпинат, сельдерей, лебеда и прочие. И причем есть они круглый год. Ссылка на эти товары будет в описании под этим видео. Кстати, не все это знают. Помимо того, что Серафим Саровский не ел никакую убойную пищу, то есть он был строгим веганом, как сейчас бы это сказали, он вообще питался крайне скудно. В основном именно снытью, но впоследствии, когда он вернулся из лесной обители, так называемой пустыни, и снова стал жить в монастыре, он питался еще, и это доподлинно известно, толокном, квашеной капустой и водой. Вот, собственно, и все. Ну, помимо снытью. Это так, для информации, кому интересно. Ну, или тем, кто утверждает и верит в то, что настоящему мужику, мол, надо есть мясо. Я очень настойчиво хочу порекомендовать вам посмотреть вот это мое данное видео про квашеную капусту. Очень интересные данные, о ней я там привожу. Вы много нового для себя откроете, поверьте мне, посмотрите, не поленитесь. Ну, а как же заготавливать сырье, то есть сны, для сушки? Во-первых, ее нельзя сушить на солнце. Тогда уйдут многие лекарственные полезные свойства. А только в тени. Собирать нужно в сухую погоду. Сушить, уложив тонким слоем, на проветриваемых чердаках или в теплицах, но тогда при затенении нетканными материалами. Можно сушить в специальных сушильных шкафах, дегидраторах или в банях, а можно на русской печи, как это делали ранее. Сушить надо при температурах не выше 50 градусов, а хранить в тканевых мешочках, в стекле, в керамике или в картонных пакетах. Помните, что при заморозке сохраняется больше всего питательной и лечебной лекарственной ценности любого продукта, любой травы, в частности, из сныти. Кстати, у меня есть интересное старое видео про то, как мы храним те или иные виды продуктов. Посмотрите, кому будет интересно. Ну, а как же пить настой на пар из сныти? Возьмите 2-3 столовых ложки измельченных сухих листьев сныти на полтора стакана воды при 70-80 градусах и залейте в термос, запарьте на 40-50 минут и тогда, процедив, пейте 3 раза в день до еды от 1-2 месяцев к ряду. А если применять для этих целей порошок, а не измельченные сухие листья, то брать надо меньше 1,5-2 столовых ложки, так как масса порошка выше, чем масса измельченных листьев того же объема. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово «Еще» в Ютубе под этим видео, откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok,